Молодость. Олег Шишканов родился в подмосковном городе Раменское в 1964 году. Был судим один раз, сроком на 10 лет, за изнасилование и убийство девушки с подельниками. Так как на момент преступления Шишканова едва исполнилось 18 лет, и суд мог этот факт принять во внимание, то чтобы спасти соучастников от высшей меры наказания, он взял всю вину на себя. В тюрьме Шишкан знакомится со сводом неписанных правил жизни по понятиям. Понятия предполагают противопоставление себя, лагерному начальству и какой-либо власти вообще, полный отказ от работы в тюрьме и вообще любой легальной занятости. За такое оппозиционное поведение зэк неминуемо наказывается лагерным начальством. Ломается в штрафных изоляторах, карцерах, крытых тюрьмах. То есть жизнь по понятиям подразумевает суровый путь испытаний, впереди которого маячит возможность присвоения главного криминального титула – вор в законе. Эти понятия не заканчиваются после освобождения. На воле бывший зэк должен промышлять воровством. Идеально, если без кровопролития. Как правило, вольная жизнь оказывается недолгой, бессемейной, и возвращение в тюрьму не заставляет себя ждать. Удивительно, как он выжил, учитывая неуважительную в преступном мире статью. За 10 лет Шишкан побывал в нескольких суровых тюрьмах России. Дубра в главе, Владимирском централе, Чистопольской тюрьме. Решив жить по понятиям, Олег Шишкан знакомится с уважаемыми людьми, среди которых смог заслужить некий авторитет. Даже неблаговидная статья не стала тому помехой. Все притязания на этот счет перекрывались благородным поступком Шишкана – взятие вины на себя. Как получил кличку Равенский? В 1991 году Шишкан освобождается. И уже в 1992-м в гостиничном комплексе «Измайловская» состоялось присвоение ему звания вора в законе, причем с одобрения самого япончика – Вячеслава Иванькова. Короновал его шакро молодой. Так 28-летний Олег Шишканов становится Олегом Равенским. Спустя время Шишкан создает в Подмосковье хорошо организованную преступную группировку, получившую название «Равенское». К каждому ее подразделению была отведена своя подконтрольная территория. Так за город Равенское отвечала группа Мартынова, за Жуковским присматривал Чернявский, выделяя среди прочих группа Чертова, как наиболее боеспособная, хорошо проявлявшая себя в спецоперациях. Далее был период тесного сотрудничества Шишкана с Люберецкой ОПГ. Основную массу Люберецкой группировки составляли спортсмены из подвальных качалок, которые предлагали свои силовые услуги коммерсантам. Равенские, разношерстные по составу, занимались в основном черной работой. Шишканову удалось организовать слаженную работу двух групп, чем заслужил в их среде довольно большой авторитет. Но с приходом в 1998 году к Люберецким авторитетам Мухи совместная деятельность пошла на спад. А далее и вовсе начались серьезные разборки. Бизнес Олега Шишкана. Постепенно Шишкан начинает проводить свою политику, игнорируя некоторые положения воровского устава. Например, отказывается от сотрудничества с кавказскими преступными группировками, запрещает заниматься торговлей наркотиками, также позволяет заниматься бизнесом иностранцам только при условии выплаты большого процента от доходов. Более того, сам Шишкан покупкой равенского футбольного клуба «Сатурн» легализует свою деятельность, что само по себе никак не по понятиям. Многие из окружения это не одобряют. Его начинают критиковать, на что он, в свою очередь, резко реагирует, отстаивая свою позицию. Шишкан постепенно выходит из тени преступного мира. В обществе известных спортсменов, знаменитостей, поменяв, правда, фамилию на Михайлов. Стали частными публичные появления Шишкана в компании тренера Газаева, Юрия Семина, Фабио Капелло. Замечен был также с известным дирижером Валерием Гиргиевым. Но эта публичная жизнь никак не отразилась на основной деятельности Шишкана. Он по-прежнему ведет активную воровскую жизнь. Единственное, осложнилась она тем, что между двумя авторитетнейшими мафиози, дедом Хасаном и Рудиком Бакинским, начался конфликт. В этом противостоянии Шишкан поддержал Бакинского. Но в итоге сила оказалась на стороне деда Хасана. Рудик Бакинский был расстрелян в собственной машине. На Шишкана, как на его сторонника, также было совершено покушение, правда, неудачное. Исполнитель погиб при установке взрывчатки в машине авторитета. Ситуация складывается так, что Шишканову становится опасно жить в России. И он спасает свою жизнь в Испании. После возвращения. Вернулся в Россию Олег Шишканов в 2009 году, чтобы проводить последний путь почитаемого им авторитета Вячеслава Иванькова, Япончика. Причем удивительно, что Шишкан находился в противоборствующем ему клане. Япончик всегда поддерживал деда Хасана. В 2009 году с силовиками было вновь открыто дело 1999 года по факту незаконного хранения оружия. Но в скором времени дело закрыли из-за недостаточности материалов. В 2012 году Шишкана подозревают смертью депутата Раменского района и по совместительству предпринимателя Татьяны Сидоровой. С ней у Шишкана был совместный бизнес. Были претензии к друг другу, но на этом уголовное преследование законника прекратилось. После череды неудавшихся попыток засадить Шишкана снова в тюрьму, некоторые стали подозревать его в сотрудничестве с полицией. Припомнили ему и легальный способ заработка. Но что бы ни говорили о своеобразном поведении Шишкана, о его жизни, не совсем по понятиям, это никак не повлияло на его сбежение с Шакром Молодым, который вышел из испанской тюрьмы в 2014 году. Будучи давно знакомыми, имея взаимный запас доверия, Шишкан становится надежным помощником Шакро. Выбор кандидата на роль главной персоны криминального мира вполне очевиден. Пришло время Олега Шишканова.